Сарочка у врача. Доктор осмотрел ее и пишет заключение и говорит, Сара, дорогая моя, вы в следующий раз подумайте хорошо, перед тем, как захотите иметь ребенка, сможете ли вы его прокормить? Так говорит, ой, доктор, что вы знаете, когда я хочу, мне по барабану, мне кажется, что я могу прокормить всю Одессу. Это в ресторан заходит мужик, знаешь, такой, прикидив, шлем у него такой, мотоцикленный, жирный такой, кожаная курточка, штаны кожаные. Он так садится за столик и громко так, ну, чтобы слышала одинокая блондинка, скучающая за соседним столиком, чтобы она слышала, он так, официант, а что бы вы мне посоветовали к изысканному вину Латоша Фит? Он говорит, официант говорит, я бы вам посоветовал меньше выебываться, я видел, как вы на мопеде подъехали. Реформация в Украине, борьба еще с коноплей, еще не утвердили, не легализовали, так сказать, коноплю, ну и проверяющий ходит везде по сельским хозяйствам, проверяет, никто же не посадил ли лишние кустики. И приходит к одному из фермеров, говорит, ну как тут у вас дела? Я говорю, а вы кто такой? Он раз, значок показывает, я оперуполномоченный по борьбе с наркотическими веществами. Говорит, ага, ну понятно. Что у вас там в поле? Ну, не видите, пшеница. А смотрю, там в средине пшеницы что-то озеленеет. А? Что вы там посадили? Еще тоже пшеница. А ну пойду глянь, не ходите туда. Это вы мне будете указывать, куда мне ходить, куда не ходить? Я же вам показывал, во! И пошел. Фермер стоит, смотрит, смотрит. Когда из кустов выбегает этот управляющий, ломится, а за ним бык такой. Он говорит, я же говорил, не ходите. Он говорит, аааа! Говорит, а ты ему значок, значок покажи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова